Эта башня в любой момент может рухнуть. Она находится на территории бывшего промышленного гиганта Свинцового завода. Сборщики медаллолома понимают, насколько незаконным и опасным промыслом занимаются. И тем не менее, это, по их словам, единственная возможность найти средства для существования. Так детей кормить надо. Мы собираем разную мелочь, остатки. Где-то просто железо, где-то свинец. Опасно. А что делать? Сборщики лома, переворошившие здесь практически всю территорию, теперь добрались и до трубы, которая больше напоминает огромную башню. Они умудрились уничтожить основание 70-метрового объекта высотой с многоэтажный дом. Но если башня вдруг упадет, она разрушит не только близлежащие дома, но и объекты стратегического значения. В Акимате Шинкента созвали экстренное совещание. Там было принято решение об аварийном состоянии объекта. Вот только снести его невозможно. Башня вместе со всем бывшим заводом в залоге у банка. Финансовый институт не против сноса опасного объекта. Вопрос сейчас стоит в том, кто оплатит расходы по сурсу. По словам специалистов службы ЧАЭС, независимая экспертиза уже подсчитала, во сколько может обойтись снос башни и еще одного опасного объекта – обваливающегося моста над железной дорогой. Нас в первую очередь волнует мост над железнодорожным переездом. Мы направляем письма в Казахстан Тимуржолы, чтобы решить этот вопрос. А после будем думать о сносе трубы. Если вместе с башней рухнет и мост, то он перекроет дорогу более 60 пассажирским и грузовым поездам. Именно здесь проходят поезда по направлению Арыс, Шымкен, Туркестан и Москва. У нас нет обводной объездной дороги. И получается, что это единственный путь. И если здесь мост рухнет, все движение в этом направлении будет парализовано. Этот мост нужно как можно скорее демонтировать. Сборщики металлолома до сих пор не понимают всей опасности ситуации. И продолжают пусть и с угрозой для жизни разворовывать чужое имущество, разрушая и опоры моста, и опоры башни. И пока вопрос о сносе опасных объектов не решен, на территории бывшего свинцового завода решено установить круглосуточный наряд полиции.